Здравствуйте, меня зовут Елена Дорож. Я психолог-психотерапевт. Больше 10 лет я занимаюсь темой предназначения. Эта тема волновала меня с самого детства и до сих пор мне кажется невероятно важным, чтобы каждый человек знал свое предназначение и занимался своим любимым делом. Почему мне кажется это таким важным? Я воспринимаю окружающий мир как некий единый организм. И мне кажется, что у каждого из нас есть в этом едином организме какая-то своя функция. И каждый из нас может быть счастлив только в том случае, если он выполняет эту свою функцию. Приведу простой пример. Представим, что у вас есть часы. Часы, которые были куплены именно для того, чтобы следить за временем. Не для красоты, не для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Эти часы не были подарены близким человеком. Они вам нужны просто исключительно для того, чтобы следить за временем. В том случае, если эти часы ломаются, вы можете попробовать их отремонтировать. Но их существование, их наличие по сути будет для вас бессмысленным. Проще всего будет выбросить эти часы. То же самое происходит с человеком. В том случае, если мы не реализуем своего предназначения, наша жизнь становится такой же бессмысленной. Мы как эти часы, которые не работают, на которых нельзя посмотреть времени, они просто впустую лежат, занимают место, пространство. Очень жаль, очень обидно, что огромное количество людей живет именно таким образом. Эти люди практически умирают еще при жизни, потому что они не следуют своим желаниям. Они не следуют своему внутреннему голосу. Они не идут по тому пути, по которому должны были бы идти. Они просто как-то формально продолжают существовать. Можно сказать грубо, что они просто тянут время до того момента, пока они умрут. И в том случае, если вы находите свое предназначение, ваша жизнь будет куда более осмысленной. Часто люди приходят ко мне на консультацию с ощущением тревоги, с состоянием тревоги. Хотят избавиться от этой тревоги. Но тревога зачастую является именно тем фактором, который подталкивает нас к тому, чтобы мы что-то меняли в своей жизни. Именно тревога показывает нам, что в нашей жизни не все происходит так, как должно происходить. Именно это состояние беспокойства, страха говорит о том, что уже сейчас нужно что-то делать. Уже сейчас нужно предпринимать какие-то усилия, какие-то действия для того, чтобы менять свою жизнь. И до тех пор, пока человек не изменит каких-то своих действий, мыслей, своего поведения, эта тревога и ощущение бессмысленности, они никуда не денутся. И здесь часто возникает вопрос, что же нужно делать для того, чтобы понять свое предназначение. И очень важно разобраться в своих желаниях. Вокруг нас огромное количество информации и огромное количество людей. И все нам транслирует, к чему мы должны стремиться, чего мы должны хотеть, что мы должны делать. Если у вас нет собственного представления о том, чего вы хотите, вам обязательно предложат какие-то готовые варианты. Поэтому важно все-таки уметь разграничивать и разделять свои собственные желания, свой собственный внутренний голос и те желания, те варианты, которые навязываются нам внешним миром, окружающими людьми. Если вы не понимаете, каким образом это сделать, подписывайтесь на мой канал. В дальнейшем я буду рассказывать о предназначении, о том, как его найти. Приходите на мои консультации, тренинги и делайте то, для чего вы были созданы. Продолжение следует...